Всем привет! Тема сегодняшнего урока создание Т-Триггера. Я уже неоднократно строил подобные схемы, самые разные конструкции были и сегодняшняя конструкция будет на основе новых возможностей повторителей, которые появились в версии Майнкрафта 1.4.2. Итак, что же такое Т-Триггер? Повторюсь на всякий случай, для тех кто не знает. По сути, это маленький механизм, который при получении сигнала на вход позволяет изменить сигнал на выходе. То есть, грубо говоря, превращает кнопку в рычаг. Ну, давайте приступим к постройке. Для начала устанавливаем 4 блока вот так. Здесь ставим еще один блок, это будет блок входа нашего Т-Триггера. Даже вот так напоминает буква Т. Далее, устанавливаем три повторителя. Один здесь, два клика задержки. Второй здесь, также два клика задержки. И третий вот здесь. Тут задержки уже не будет. Далее, устанавливаем перед третьим повторителем красный факел. Еще один красный факел будет стоять вот здесь. Ну, и ставим редстоун. Здесь, здесь и вот здесь. Итак, здесь у нас будет первый выход нашей схемы. Здесь второй. Это будет инверсный выход. И давайте попробуем, как эта схема работает. Подаем сигнал на вход. И, как видите, выходы у нас переключаются. То есть, на основном выходе у нас состояние изменилось. С единицы на ноль. Ну и, соответственно, при подаче повторного сигнала оно снова поменяется. То есть, это классический Т-Триггер. Что тут по поводу этой схемы можно еще сказать? Ну, принцип работы, я думаю, должен быть довольно ясен. Здесь, по сути, есть обычный клок-генератор. Вот эта вот цепь на синих блоках, это клок-генератор, который гоняет по кругу сигнал. Когда у нас здесь есть блок-генератор в виде повторителя, запитанный от красного факела, у нас, соответственно, схема замирает в одном состоянии. И когда мы подаем сигнал, у нас состояние схемы на выходе меняется. По поводу этого Т-Триггера можно сказать следующее. В принципе, единственное его глобальное достоинство, это то, что он бесшумный и не использует поршни. Он чувствителен к длительности сигнала на входе, что логично. То есть, от кнопки он будет работать спокойно, но длительность сигнала нужно контролировать. Ну и еще одно минорное достоинство, это то, что легко можно вывести инверсный выход. Использовать такую конструкцию или нет, это решать вам. На мой взгляд, она не особо удобна, но в некоторых случаях действительно может пригодиться. На этом все. Не забывайте оставлять ваши оценки, комментарии, подписываться на канал. Пока!